Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирюха Варпач и сейчас мы ворвемся на конференцию. Показываю сразу Кирилл Петров, YouTube за Варпач, Ки. Короче, мы сегодня будем обсуждать электромир, послушаем больших взрослых дядек и придет такой школьник 28-годиков Кирюша. Понимаете, что там что-то происходит, они стоят тут и позорят свои. Короче, сегодня будет действительно интересно, сегодня покажут нам Киев ЕВ6, электрическую, которая в 2022 году уже будет продаваться. Всем приятного аппетита и приятного просмотра. А я пошел. Вот 220 розетка будет заряжать 7-10 км в час. То есть она 10 км за час заряд. Да. Ну а 220 она заряжает, ну в зависимости от батарейки. Вот Тесла максимальная батарейка 100 кВт в полтора суток, а 220. Ну это самый крайний случай, я за три года владения всего пару раз заряд. Я согласен с Кириллом, что надо поменять мышление, самое главное. Оно само не поменяется. Оно само не поменяется. Тут ты либо прям в омут с головой прыгаешь. Интересно, зачем меняет мышление, если явно электромобили не будущее человечества. Потому что, в принципе, если мы сейчас посмотрим на мировой парк и пытаемся представить, что все они старые электромобили, во-первых, это невозможно, потому что мы не сможем выпить столько батарей, узлов и все остальное. А всех и не будет. Всех и не будет. Нет, ну в любом случае, и мы не сможем потом это все переработать. То есть само производство, оно явно не полностью нейтрально для добрающей среды, и все, что нужно для электромобили. А если мы сейчас посмотрим нагрузку на электрическую сеть, если зарядить там даже весь автопарк российский попытаться одновременно, то ни одна электромобили не выдержит этого. Ну все перевести в биткоины. Это самое интересное, но явно в будущем оно немножко другом будет. Да нет, тут мир вообще не идеален. Мы просто прыгаем. Это просто ниша определенная. Если она ниша все равно потихонечку будет расти. Да, она будет расти. То есть сейчас мы, если это возьмем и все поставим на зарядку машины, конечно, у нас там все бабахнет, потому что не выдержат сети. Но со временем же они будут... Вот сейчас проблема с зарядками, с утилизацией, когда начнется, вот сейчас ее нет. Вот все говорят, что как ее утилизировать. Вот никого это не волнует, потому что реально... Ну вот куда деваются старые литий-ионы, которые разбиваются автомобили? Да никуда. Везут в Америке, их продают. Потом в Беларуси таможат и в Россию привозят эти Теслы. Нету проблем сейчас с утилизацией литий-иона. Но потом она будет. Ну и потом будет спрос, будет предложение. Кто-то что-то придумает. То есть я говорю, мир не идеальный, мы просто сейчас укунаемся в это, пользуемся этим. Потом такие, ага, куда это утилизировать? Ага, появляется большая компания, такая, здравствуйте, мы хотим утилизировать ваши батарейки. Платите нам деньги, мы будем... Да, да. Ну что-то, что-то придумается. Что-то придумается, хрен его знает. Но сейчас, типа, это круто. Так, мы сейчас берем, вставляем сюда розеточку. Да, 220. Но она такая, американская. Своё телефон заряжается, прикинь? Круто. Но я понимаю, почему здесь это сделано. Просто у Ки нету своих зарядных станций, поэтому как бы пофигу. Ну, я бы сказал, что это кроссовер, а какой клирос у Ки-6 сейчас? Он одинаковый на всех моделях? В зависимости от размера колес он разный, да. Но, честно говоря, детальные технические характеристики мы бы не хотели сейчас озвучивать. Не, ну, плюс-минус там, да, 15-12 сантиметров. Не, ну, получится, например, у кроссоверов, например, 16-12 сантиметров. Ну, 17-12, да. Вот я просто буду. Раз уж машины продали, ну, и цены, и туда эти примеси, чтобы понять, что это зарушено. Раз она продается по Корее, с какими там машинами она здесь не конкурирует, то есть с какими машинами она сравнивается при рыбе, либо... В Корее рынок достаточно специфический, там очень большую доль занимает Kia и Hyundai. Вот, и тут основной пересадкой идет, конечно, с предыдущих Kia и Hyundai. Которые сколько стоят? Не могу вам ответить. К сожалению, эксперт не по корейскому рынку. Вот сравнивать в прямую цены не стоит, потому что все-таки для разных рынков немножко отличаются цены, да, есть многие факторы, определяющие финальную стоимость для покупателя. Всем привет, меня зовут Кирилл. Я являюсь владельцем электроавтомобилей, и вот мне было интересно послушать, кто что поспрашивает, какие у кого вопросы будут. Как бы мы ни относились к EV6, в любом случае, Kia очень много будет в России. Потому что если сейчас мы обратим внимание на то, сколько автомобилей катается, их очень много, они везде. Если компания Kia предложит цену, а я уверен, они это сделают, хорошую, конкурентоспособную, то тогда их будет еще больше. Электроавтомобили, это, я бы не сказал, что гаджет. Я от многих, вот сейчас, опять же, повторюсь, послушал разные слова. Электроавтомобиль, это такой же автомобиль, просто к нему нужно немного по-другому относиться. Тебе, если ты едешь на дальние расстояния, тебе нужно рассчитывать свой запас хода. Но это только, конечно же, в России, мне кажется, такая проблема есть. А о каких фундаментальных вещах мы можем поговорить, вот это мне интересно. Просто обсудить EV6, даю вам слово, их будет дофигища здесь. Но на данный момент, что мы видим, меня удивило то, что в этой презентации не было Тесла. Я понимаю, скорее всего, там были машины, которые продаются на территории Российской Федерации. То есть, да, официально все верно, все правильно. Но если мы затронем такую тему, что если бы эта презентация проводилась где-то в Европе, Америке или еще где-то, там бы еще одна такая маленькая иконочка появилась в виде Теслы Model Y. Да, я рекомендирую сразу, изначально в презентации было сравнение с Теслой Model Y. Я ее ударил, потому что ее нет официального в России. Да, но это верно. Да, безусловно, это ближайшая модель. Да, это все верно. Но я не хочу сравнивать EV6 с какими-то другими машинами. Я хочу просто заострить ваше внимание, что посмотрите, на сегодняшний день, я думаю, вы обращали внимание, что даже несмотря на то, как тяжело завести Теслу в Россию, покупают Теслу. Почему не покупают Audi e-tron? Дорого. Почему не покупают Porsche Taycan? Дорого. Почему не покупают еще что-то? Покупают Leaf, покупают Tesla, покупают... Что еще? Ну, даже BMW i3 салона, она дорогой ее называют. Все упирается в цену. Я очень часто общаюсь с людьми, которые катаются на электроавтомобилях. Самый главный, самый главный аргумент – это цена. Если компания Kia даст конкурентоспособную цену Tesla, BMW с их автомобилями, Jaguar, что там еще, Hyundai, по-моему, сейчас тоже показывает автомобиль. Если она будет в такой же ценовой категории, человеку будет из чего выбрать. То есть он не будет выбирать, ой, вот эта дешевле, я ее возьму. Вот эта дороже, я ее возьму. Людям, которые хотят купить электроавтомобиль, они смотрят на цену. Реально смотрят. И Kia нужно просто... Я понимаю, что компания не может продавать себе в убыток, но проблема заключается в том, как создать эту машину. Наладить конвейеры, наладить изготовление машины. Вот в этом сложность. Но с этой сложностью столкнется не потребитель, а сама компания. Я бы хотел узнать, на какую тему мы с вами сможем подискутировать в плане развития. То, что по зарядкам, я уже понял. Просто компания, которая выдвинет лучшие условия, та и будет под шильдиками Kia выпускаться в России. Ну, скорее всего, такая схема. Советую Kia выпускать зарядки между городами. Кто первый захватит этот рынок, межгород, тот и будет выигрышев в дальнейшем. Потому что сейчас очень много компаний ставят внутри города свои зарядные станции. И человек не ездит на них, который пользуется электроавтомобилем. Недавно был на мероприятии, посвященное электросфере в Москве. И «Энергия Москвы» сказала, что они выпускают 500 зарядных станций в России. Первое, что я спросил, зачем эти 500 зарядных станций нужны внутри города. Понятно, что это все-таки мероприятие было основано на Москве. И им нужно показать, что у нас будут вот эти все зарядные станции. Они хотят покрыть въезд в город и внутри города где-то в знаковых местах, чтобы стояли зарядки. Но на самом деле не это нужно электроавтомобилисту. Не нужны ему миллионы зарядных станций внутри города. Ему нужна, как правильно кто-то из вас говорил, работа, дом. Все. И уехать куда-то за город или уехать куда-то в другой город. То, что говорили по поводу бесплатного паркинга в Москве, это на самом деле аргумент. Но это я слышу не от владельцев электрокаров. Я это слышу от людей, которые катаются на двигателе внутреннего сгорания. Они говорят, что, блин, у тебя паркинг бесплатный. Я этого уже не замечаю. Я даже не знаю, как оплачивать паркинг, который ты ставишь машину. Но это реально аргумент. Экономия 80 тысяч рублей – это правильное решение. Электроавтомобили на сегодняшний момент – это прикольно. Это прикольно, модно. Это привлекает внимание, когда ты проезжаешь на электроавтомобили, на тебя смотрят. В этом что-то есть. И разве каждому не хочется в это окунуться и попробовать? По-моему, это круто. Но я бы… Я уж слишком много времени занял, извините, пожалуйста. Да, я просто очень много деталей затрагиваю. Для меня изначально было интересно послушать, кто что спросит, кто доколупается до EV6, кто что там куда спросит. Там даже клиренс, да. Когда она выпустится, это будет классная тачка. Это реально будет прикольная машина, которых будет очень-очень много здесь. То есть, я помню, когда в июле, да, была презентация, говорили, что будет EV1, EV2, EV3, да, по-моему, машины. Ну, то есть, будет самый дешевый сегмент автомобилей, Kia электроавтомобилей, и самый дорогой. Kia не нужно стремиться к премиум качеству. Это народная тачка. Ее закупит какой-нибудь Яндекс, и будет кататься она в такси. Это просто марка, которая будет везде. Ну, я про Россию говорю, про другие страны не знаю. А те, кто захочет что-то прикольное, единственное, что мне не понравилось в этой презентации, это когда они вывели EV6 против McLaren, против Mercedes, Aorus и тому подобное. Красиво снято, но все мы знаем, что победила бы другая машина там. То есть, там есть другие кроссоверы, которые бы 100% выиграли. Kia не нужно метить в Sport. Вот, да, прикольно, 3,5 секунды до 100, но на сегодняшний момент это может любой электроавтомобиль. Я бы хотел еще послушать людей, которые что-то могут спросить в плане электромира. Если кому-то что-то интересно в плане зарядных станций или еще что-то, вне зависимости от Kia. Потому что про Kia я ничего не знаю, то можно даже у меня что-нибудь спросить. Но я бы хотел со всеми подискутировать, в какую сферу мы могли бы двигаться. То есть, если Kia собрала нас всех здесь, то она готова двигаться в эту сферу. Я готов двигаться вместе с ними, если они будут делать это. Сейчас в промежутках между сессиями я хочу рассказать вам про Kia EV6, которая стоит сзади меня. Сама Kia говорит, что у них будет еще GT-версия, которая прям суперспорт, суперкрасивая, суперклассная. Вообще, в принципе, я думаю, мы много фрагментов ставим из разговора, и вы уже поняли, куда я мечу, что я хочу. Корейский координатор по маркетингу после того, как провели дискуссию, решил посидеть рядом со мной и послушать. А я так понимаю, девушка, которая там сидит, она переводит ему, да? Ай, круто. Ну, блин, прикольно. Спасибо большое. Так вот, понимаете, вот такие дискуссии, они нужны. Нужны споры, нужны обсуждения. Все вот это нужно, иначе мы будем, как лохи, стоять на месте и не двигаться. Беларусь улетела в космос нахер. Украина еще дальше по этим электроавтомобилям. А мы, что в России, пока что сидим, пердим на месте, пытаемся что-то сделать, но пока ничего не получается. И нужно, нужно там топтать ножками, как маленький ребенок, жаловаться на все это. Но отступим от темы. Kia EV6. Примерно точно такой же автомобиль, только уже не такие затемненные окна, уже не так все скрыто, уже не так все показано. Полностью другой салон, мы к вам, мы с вами перейдем туда. Мне очень интересно было посмотреть на вообще внешний вид автомобиля. То есть вот такой вот он будет в 2022 году. То есть вы пришли в автосалон Kia, такие, ля-ля-ля, хочу себе электричку. И там будет очень много опций. Выбор фар, выбор вот этих вот ручек даже. Они здесь, кстати, сделаны чуть по-другому. На Model 3, когда ты подходишь, ну, на Tesla, на Model 3, ты вот сюда нажимаешь, у тебя выезжает ручка, ты ее открываешь и залазишь. Здесь в обратную сторону. Вот так, херакс. И открываешь дверку. Удобно ли это? Хрен знает, не знаю. Не знаю. Мне кажется, у Model 3 как-то, ну, просто более привычно, наверное. Но я не могу сказать, что это неудобно. Будет опция, что ты можешь добавить сюда ручки, как у Tesla Model S. Ты нажимаешь, они выезжают, их дергаешь и садишься, пожалуйста. По зарядке. По зарядке все то же самое. Машина, она закрыта, наверное, да? Или нет? Ну, дай, пожалуйста. О, я просто видел, что там сильнее надо нажать. Разболтали немножечко порт. Прикольная функция. Я сюда вставлю вам кадры, как можно заряжать ноутбук, либо телефон отсюда. Это вообще что-то космическое. Обычный Type 2 с комбо вместе с CCS идет. Ничего примечательного. Включить, начать зарядку. Ну, ничего такого сильного изменения я не увидел. Мне очень сильно понравились поворотники. Давайте я просто вам покажу. Кадры же у нас есть. Просто вот сейчас поворотники. Вы видите, как они прикольно горят. То есть вот эта вся линия без поворотника, она выглядит просто как хромовая деталь. Но внутри нее находится поворотник. Вот это решение действительно очень прикольно, которое будоражит. И ты смотришь на это такой... Вау! Реально прикольно. Багажник мне не совсем интересен. Ну, огромный багажник. Что могу сказать? Места, кстати, места вообще мало. Очень мало. Обычный провод Type 2. Вот это, кстати, штука, которой можно забирать электричество. Вот я вам вангую. То, что показали, что можно заряжать ноутбук, телефон. По сути, ты вот эту штуковину втыкаешь в машину. Открываешь ее. Втыкаешь сюда тройник. И через тройник включаешь телефон, телевизор, еще какую-то хрень. Это ты, грубо говоря, можешь с палатками куда угодно уехать, подсоединиться к этой тачке и устроить себе кемпинг. Ты можешь с собой, я не знаю, взять какой-нибудь проектор, повесить проектор и включить его через эту зарядку. Это прикольное решение. Жалко, что такого нет у Tesla. Но у Tesla нету по одной простой причине. У них есть бесплатные суперчарджеры для некоторых автомобилей. И они боятся, что энергия будет просто вороваться и привозиться домой и заряжать дом. Когда мне дадут Киев на обзор, когда-нибудь в 2022 году, я буду стоять с тросом и буду зазывать фуру. Давайте представим, что я владелец Киев. Ой, ну пахнет приятно. Мне нравится. Места дофига. Ай, как много кнова, господи, боже мой. Ой, ладно, давай разбираться. Тут можно выбрать какой-то, допустим, водитель 2 я хочу. То есть здесь уже все настроено под водителя. Звуки природы, звуки природы, уютный камин играют. Блин, прикольно сделаны вот эти два монитора, но почему они не сшиты? Почему они не сшиты? У Мерса то же самое. У Мерса так же? Мне казалось, что у Мерса будет дома. У них меньше просто рамки видны вот этих. Я не буду когда выдачь, доколупываться вот этих деталей, просто послушайте. Оно видно, да? В Тесле, вот в Иксе, у меня тоже много чего гремит. Я просто представляю, что здесь может греметь. Так, в будущем. Блин, вот эта консоль прикольная. Ты как будто сидишь такой, знаешь, в космолете каком-то такой. Запускаем свою Kia EV6. Тут монтаж нужен такой, типа, знаешь, как будто в плейде еду. Блин, прикольно. Куча ручек. Все, все привычно для владельца Kia. Но они и говорят, что надеюсь, что мы сможем привлечь и новую аудиторию, но и так же... Это меня бесит в машинах, когда что-то скрипит. Ставь лайк, если тебя тоже бесит, когда в твоей тачке хоть какой-то скрип появляется. Меня даже бесит, когда бутылочка здесь стоит, и ты едешь, она такая... Я прям беру эту бутылку и не выкидываю, конечно же, ставлю ее сюда, и она гремит здесь. А здесь у меня есть специальная тряпочка, которую я полагаю в бутылочке, чтобы она, сука, не шумела. Ну ладно, мне об этом речь. Вот этот материал мне очень нравится. Металл, красивый. Надеюсь, он не будет... Это причем пластик. Надеюсь, он не будет затираться. Не будет много таких, знаете, микротрещин, царапин, таких всяких разных. Это, я так понимаю, система селектора передач, паркинг. И сейчас у нас, типа, нейтраль стоит, драйв и задняя передача. Парктроники, автоблокировка, скорее всего. А что у нас по камерам? Ммм, ну камеры... Блин. Ой, как прикольно. Вот это мне всегда нравится. Вот этого нету, кстати, в Тесла. Вот это есть в любой машине, даже за 100 тысяч рублей, мне кажется, в шестерке или приори какой-нибудь. Но в Тесле такого нету. Почему тут какой-то Genesis? Смотри, Марк вдруг. А, хрена. Я даже внимания не обрати. Ебать. Для меня ДВС-ка и ДВС. А почему Genesis стоит? А Ки, это разве... Это Hyundai и Genesis? Да, на Hyundai. Почему? Ну ладно, типа, мы не будем интересоваться. Блин, менюшка примерно такая же. Вот сейчас на меня дует ветер. Точнее, этот кондер. Я попытаюсь его выключить. Я не притворяюсь, если что. У меня нету возможности, у меня нету идеи захейтить машину. Я просто реально хочу понять, как выключить. Да, я тебе скажу. Подожди, не, я хочу. Ты просто владе... Ты катался на Ки, да, и ты знаешь? Ну, я вообще знаю. Это на любой тачке одно и то же. А, серьезно? Я просто... Ты слабо от до мозга костей? Ладно, подскажи, где? Чистая ДВСная штука, левый курок, ролик. Нет, нет, на... Вот это? Вот это, нажми на нее. О, епать. Ну да, вот видите, я просто не знаю. Ваня мне подсказал, потому что Ваня на ДВС катается. Пора уж на Тесла, брат, пересаживай. Так, ребят, пожалуйста, если у вас вдруг есть деньги, скидывайте мне, я перекину Ваню, чтобы он катался на Тесла. Так, у нас есть навигация, это все неинтересно. Мы всю эту менюшку смотрели. Кому интересно посмотреть меню этой Ки, то обязательно перейдите по ссылочке в описании. Там у нас есть полный обзор этой машины. Все-таки здесь немножко другое у нас ощущение по тачке. Вот эта ткань, эта ткань сверху, как будто бы на дерево, на пластик. На пластик натянутая ткань. Причем она реально прям, видно каждое волокно. Но на самом деле я бы такой дизайн себе не выбирал. В плане того, что вот такой рисунок мне не очень нравится. Такое ощущение, что бабушка пришла, вот так вот скатерть бросила и отрезала, типа вот посюда, вот так вот, чтобы красиво было. Ну прикольно, что, молодежный телефон здесь, что, заряжаться будет? Нет? Давай попробуем. Не заряжается. Ну ладно, что, мы людьми гордые. Большой бардачок. Ну вот это прикольно, на самом деле. Потому что здесь навигация в России будет работать, это тебе не Тесла. В Тесле бы, если бы было здесь телефон класть, было бы неудобно, потому что было бы неудобно смотреть. Да, мне вот эта штука очень нравится. Мне нравится? Нравится. Да, мне тоже нравится. Сюда можно прикольно поставить сумочку. Здесь куча USB-шек, зарядочки всякие. Это классно. Это удобно. Подобное решение было в Тесле Model S с 12 по 14 года. У них вот здесь вообще ничего не было. То есть у них было просто свободное пространство. То есть было руль, по сути, два кресла и все. Потом уже добавили всякие органайзеры. Вот эта консолька мне очень нравится. Это прикольно выглядит. Мне интересно, как сидеться будет сзади, потому что они позитивнируют себя, как огромный кроссовер. Садись сюда, я сейчас пересяду назад. Я не хочу придираться, но я просто не знаю, как это убирается. О, подожди. А, это вот. Подожди, тут должна же быть какая-то кнопочка. Я просто не знаю. Ты, блядь, серьезно? Подожди, вот это? Нет, ты серьезно? Да я реально не знаю. Так, подожди, дай я догадаюсь. Пиздец. Тесла головного мозга. Теслу я знаю полностью. Здесь я реально не знаю. Подожди. Вот это? Да это фишка в любой тачке. А, ой, ебать. Я догадался, что-то да ебал. Кстати, без рофлов. Я вижу, какой здесь наклон. Ебать совершенно. Ебать, круто. Без рофлов. Я прям такой могу сесть, короче. Минус номер один. Я не могу ножки заправить туда. Даже если кресло поднимется выше, я все равно не смогу в свои замечательные, фирменные, тесловские, варпачевские. Я не выпендриваюсь, если что. Я думал, когда ты мне камеру доправишь. Блин, без рофлов, мне нравится. Прикольно выглядит. Только вот эти дырочки, если ты триапофоб, или как это называется, боясь дырочек, то тебе будет неудобно, некомфортно, типа, смотреть на эти дырочки. Вот мне некомфортно, мне не нравится вот так на дырочки смотреть. Вот реально, без шуток, мне прям вызывает дискомфорт. То, что здесь две зарядки, вот это прикольно. Их даже почти не видно, но это прикольно. Воздуховод. Ни хера тут не воздуховод. Скорее всего, воздуховод снизу. И вот здесь по бокам. Прикольно. Еще, как до попца, есть панорамная крыша. То есть, это, я так понимаю, самая дешевая EV6, которая будет. Вот просто повседневная жизнь. Как бы я ехал. Допустим, меня везет какая-нибудь там сексуальная телочка такая. Такая девочка на зарядочку. Такой залазью, значит, да. Двери как будто в келике, короче. Они очень как будто тяжелые. Прикольно. Ничего не могу сказать. Подогрев сидений есть. Свет есть. Кстати, как он включается? Вот сюда, вот как в X у меня. У меня внизу очень много пространства. Можно засунуть ноги туда. Но в X сидеть сзади не настолько комфортно, как здесь. Эту машину стоит сравнивать с Tesla Model Y. На Tesla Model Y я сидел. В Y по-моему, чуть поменьше места. Вот не хочу грешить, но в Y по-моему, поменьше места. И вот мне очень нравится, что можно вот так облокотиться. Вот типа обычно мы сидим как. Вот типа вот так. Вот так мы сидим. А здесь прям можно EVA вот так вот прям откинуться. Это удобнее, чем в Mercedes E-классе. Я иногда заказываю себе такси, когда мне лень до куда-то ехать. В пробках этих московских. Я заказываю себе такси, и мне прям в E-шке неудобно кататься. Ну это прикольно. Это прикольно. Здесь у нас еще есть бардачок. Ну что могу сказать? EVA 6, если будет дешевая, она трахнет абсолютно. Смотри какое решение. Подожди, я подсвечу. Начальники, я сделал. Смотри сюда. Смотри, начальники. Ебать. Идеальное решение. Просто. Просто реально идеально. Херакс и все. Просто. Кайф. Здесь тоже, наверное, какая-нибудь зарядочка. Ну сука, вот эти вот материалы. Хотя нет, не будет шуметь. В электроавтомобиле, чтобы вы понимали, очень тихо, когда ты едешь. У тебя играет только музыка. А иногда, когда ты едешь без музыки, а такое бывает, ты слышишь каждый скрип в своей машине. Каждый. Каждый. Вот где-то что-то. Вот где-то что-то прям скрипануло. Ты такой. Ну для меня, по крайней мере, так. Прикольно. Мне нравится. А что вы думаете об этом автомобиле? Напишите, пожалуйста, в комментах. Ну что ж, дорогие друзья. Вот такой вот у нас был совмещенный видеоролик вместе с конференцией. Вместе с обсуждением всех этих проблем. Плюс небольшой обзор на машину, которая уже не прототип, уже которая будет в 2022-м у нас на рынке. Я так думаю, ее тоже сейчас просто погрузят на самолет и увезут обратно себе в Корею, в KIA главный офис. И там она будет стоять, пылиться, может, ее разберут, может быть, потом доукомплектуют, продадут, не знаю. Напишите в свои комментарии, что вы думаете об этих автомобилях. Мне кажется, если KIA покажет реально конкурентоспособную среду, покажет конкурентные цены, она трахнет Россию еще раз. Ее реально закупит какой-нибудь Яндекс, и они просто бесплатно будут кататься по городу и кайфовать. Не забывайте подписываться на канал, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видеоролики. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого электроавтомобиля. Примерную стоимость давайте попробуем угадать, может быть, у вас получится. И я думаю, их будет действительно очень много, если цена будет конкурентоспособной. С вами был я, Кирюхо Варпачи, KIA EV6 и небольшая конференция по поводу обсуждения электромира. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok